Ближе вечный покой Слава Господу! И благодарен Богу, что в этом Новом году мы снова имеем возможность собраться здесь. Верно, братья говорили, брат Саша сейчас говорил, что не о Новом годе, а о Рождестве. Я сегодня хочу продолжить тему, также в прошлый раз о рождении Сына Божьего. Вы знаете, в Библии о Новом годе не так описано, как о рождении Сына Божьего, и для чего Он пришел на эту землю. Мы сегодня здесь, на этой земле, и как только что сестра рассказывала святворение, и все хотел сделать. Все думал сделать, думал изменить, думал посетить. Вы знаете, это дьявола очень хитрая тактика, и я никогда не забуду этого, когда однажды Бог открыл одной сестре этот сосуд Господень, и сатана изменил тактику. Он не давит сегодня на христиан, не читай, не молись, потом. Потом почитаешь, потом помолись. И так никогда нет этой возможности и почитать, и помолиться. Все потом. Все в следующий раз. И вот сегодня я хотел бы в основании зачитать место священного Писания, первое послание апостола Петра. Первая глава. Я хотел бы прочитать выборочно, но почему-то хочу прочитать с первого стиха и ниже. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в понте Галатии, Каппадокии, Асии, Фигинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа, послушании и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому. «К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, с силою Божией через веру соблюдаемой ко спасению, готовому открыться в последнее время, о всем радуйтесь, поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испитанная вера ваша оказалась драться не гибнущего, хотя и огнем, испитывая его золото, к похвале, чести и славе явления Иисуса Христа, «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью, неизрещенную и преславную». Это присущено. Давайте проверим, насколько мы честны по отношению к Богу. Мы пели и говорили, читали «Слава Вишней Богу на земле мир». Рождение, пришествие Сына Божьего на землю. Но вот здесь эти слова, смотрите, о чем они говорят. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью, неизрещенную и преславную». Я думаю, что нам порой очень трудно сегодня оценить или понять это место. Но я читаю дальше. «Достигая, наконец, верою вашего, вашей спасения душ, к чему-то спасению относились изыскания, исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедовано нам благоествовавшим Духом Святым». Будьте внимательны. «Исследуя, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, это кому? Когда? О чем? Когда Он предвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам, не им самим, тем, которым было открыто. «Сущий указывал Дух Христов, а нам самим служило то, что ныне проповедовано вам благоествовавшим Духом Святым, посланным с небес, вот что желает проникнуть ангелы». «Ни один из ангелов, Серафимов, Херувимов, не хрещенный Духом Святым». «Ни за одного ангела, архангела не пришел на землю Иисус Христос, но за нас». Заметьте, насколько мы дороги в очах Божьих, насколько мы дороги для Него, что Он оставил славу. Ведь, знаете, мы много слышим и каждый год говорим о рождении, родился, я в прошлый раз говорил, привыкли сценки ставить, ясны. Однажды одна девушка или дочь спросила отца, «Папа, мы можем посетить еще в нашем городе много церквей?» Это на Украине. И она, папа, провезли много церквей по Украине. И в одной церкви она услышала слово, когда пастырь сказал, «Братья и сестры, он не младенец, он не в яснях, он грядущий во славе Всевышнего Бога, он придет за церковью». И она сказала, «Папа, вот это та церковь, которую я ищу». Везде он младенец, он младенец, он младенец, он в яснях. А когда он будет воскресшим? А когда он будет грядущим? А когда он восседающий на троне? Когда? Мы привыкли, религия, обряд, обряд, и не больше. И знаете, читая место Писания, мне что-то пришло на мысль, не на мысль, а это, как сейчас этот Бог положил на сердце, это то, что написано в Слове Божьем. И когда на этой низкой земле был Иоанн Креститель, и был такой царь Ирод, все его знаете, он очень уважал Иоанна Крестителя, он любил его. И когда? И он, представьте себе, что царь, он слушал пророка, и он слушал, что он проповедует, о чем он говорит. Но он только слушал, но ни разу не послушал. Он много слушал, что говорил Бог через уста Иоанна Крестителя, но ни разу не прислушался, не послушался то, о чем говорил Бог. И когда настал момент, и ему было предложено за этот танец, дочь пожелала голове Иоанна Крестителя, он очень жалел. Хотя он мог поступить по-другому. И Бог обратил внимание, если бы Ирод прислушался, о чем говорил Иоанн, он не сделал бы никогда роковой ошибки этой. И вот как много сегодня христиан ходят в церковь, называют себя сыновьями, дочерями, и только слушают. И все будут потом хорошим, потом будут посещать, потом будут проповедовать, потом будут петь, потом исправлю свою жизнь, потом будут молиться, все потом. Не подобны ли мы сегодня на этого Ирода, который много слышал, и он даже, собственно, дал приказ или принесли на блюде голову Иоанна, которого он уважал, и которого он боялся, потому что он видел с ним Бог. Но если бы он услышал, и услышал, о чем говорил Бог через Иоанна, он бы никогда. И знаете, чем он поплатился? Последствии, когда пришли римляне, когда поднялись они, его сняли с этого престола. Он был убран с этого царского престола. Бог попустил, Бог показал. Ты не смог в малом оказаться верным, потому что ты не услышал, о чем говорил я, и к тебе обращался. Я думаю, не один раз Бог обращался к нам, к моему и твоему сердцу. И вот здесь он говорит, «Пусти мы возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, борствуя совершенно уповая на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Что мы только первый раз слышим это слово. Сегодня, вы знаете, я не знаю, мне кажется, я здесь меньше как бы слышал этого, но на Украине я был поражен такому движению, что они говорят, «Иисус пришел, Он спас, и Иисус не такой диктатор, как ты, а Ему имя любовь, и Он спасает грешников, Он пришел за грешников». «Так». Я говорю, «Да и аминь». Только не забудьте, кающимся. Не остающимся, а кающимся. Мы путаем это. И он им, мне сказали, служители, «Слушай, ты там сказал мне правильно о том, что мы можем потерять спасение. Мы никогда его не потеряем». Я говорю, «Где так написано? Что вы не можете потерять? Это дух заблуждения, кальвинизма, что мы можем потерять спасение, не исповеду, не жившим во Христе и со Христом. Если мы пребываем в Нем, и Он в нас, то мы отображаем славу Его, силу Его, жизнь Его. Если я только успокоюсь, то я спасен». Вы знаете, очень печальная картина. Я даже не думал сегодня об этом напоминать, но я хочу чуть-чуть только взять ваше внимание. Мне попала выписка одна тоже о том, подобно сегодняшних христиан, которые говорят, что мы спасены, что мы не погибнем никогда. «Непотопаемое счастливие» 90 лет назад это говорится о гибели Титаника. «В Нью-Йорк вышел корабль, который так и не достиг берегов Нового Света. Сегодня об этой истории знают многие, но нам бы хотелось обратить ваше внимание на некоторые подробности, которые привыкли считать второстепенными. Впрочем, об этом мы поговорим чуть позже, а начнем с того, что само название судна «Титаник» не случайно. И, между прочим, все после этого, сколько было названий делали кораблей «Титаник», ни один не возвратился в порт. Все утонули. Послушайте, почему? По греческой мифологии «Титаны» — это такие супермены, которые бросили вызов богам. за что после непродолжительной свадки были изнизвержены в страшную бездну глубины Тартара. Говорят, кто хочет, кого Бог хочет наказать, того он лишает разума. Библия эту мысль о жестокости Бога не подтверждает, но люди сами себя иногда лишают разума, уходя от него. Итак, загадка гибели «Титаника» познакомимся с ним поближе. Это был воистину непотопляемый монстр. На судне было 10 палуб, где размещалось 2207 пассажиров. Его длина составляла примерно 295 метров. Корпус лайнера был двойным, между наружной и внутренней обшивкой мог спокойно пройти человек. Гарметическими переборками «Титаник» был разделен на 16 отсеков. Даже при затоплении двух смежных отсеков корабль мог оставаться на плаву. Я могу дальше вам читать об этом, но я не хочу просто здесь история. Я хочу о том, что когда этот корабль опускался и должен выйти в плавание, командир корабля или капитан корабля он отказался совершить молитву над кораблем. Он сказал «Не нужно». Я могу даже это зачитать. Но он отказался лишь только потому, что сказал «Этот корабль сам Господь не потопит». И еще основное, что я хочу из этого, что я взял, вы знаете, почему назвала статья «Тщеславие непотопляемые». Там описывается как раз что там было, но сегодня. Теперь спустя столько лет можно подводить и такие итоги, думать. Вот если бы стальной в шипке корпуса было чуть меньше серой, она не была такой бы хрупкой. Если бы дул ветерок айсбера, был бы заметен. Если переборки не задирали корабль, лег бы на ровный киль и продержался бы еще много часов, если бы матросам выдали бинокль. Матросы, которые сидели на корму спереди, которые должны были видеть и соблюдать, они были близко руки. И они просили дать им бинокль, но им не дали. И они не могли увидеть близко впереди Айсберга. Сегодня вы знаете об этом непотопляемом корабле много говорят, много пишут, но еще там есть сообщения других кораблей о том, что у вас впереди там есть Айсберг. Айсберг он только чуть-чуть показывается сверху, а самая основная масса его внизу. Это льдины. И вы знаете, это радисты, они даже проигнорировали сообщения, которые сообщались им. Они не считали нужным сообщить об этом капитану. Потому что это непотопляемый корабль. Они отклоняли, они не сообщали. То есть беспечие. Полнейшее беспечие, безответственность, самоуверенность, тщеславие. Мы спасены. С нами ничего не произойдет. С нами ничего не случится. мы покаялись, мы крестились, мы с Господом. Это ни о чем не говорить. Есть сообщения, впереди айсберг, и он подводный. Есть сообщения, стоят на страже. Это наша гордость, наше тщеславие, наше себелюбие, наш эгоизм, наша самоуверенность, наши стажи. О том, они сегодня говорят, о том, что мы можем сами спастись. Нет, братья и сестры, мы сами не спасемся, и мы сами не дойдем. Без Господа, без Святого Духа. И знаете, когда самое основное, что я, когда пустили эти малые шлюпки, спасательные, мало было в начале желающих, не верили. потом фаталис, фаталис. И знаете, автор этой статьи, он пишет, сегодня эти малые церкви, эти малые шлюпки сообщают, как о помощи, ты можешь спастись, потому что этот Титаник, этот мир, это жизнь этого мира, а там они ничего не боятся, им ничего не страшно, они все, все, все могущие, вездесущие, все, ни о чем они не могут сказать, что их что-то страшит, нет, они не боятся, потому что они оставили Бога, но церковь, Христова церковь, народ Господень, они знают, и знаете, кто сегодня спешит войти в эту шлюпку, в эту церковь живую, Божью, кто сегодня хочет быть в числе спасенный, хочет служить ему, он будет спасен, кто понадеялся на Титаник, кто понадеялся на тот мир, кто понадеялся сегодня на что-то большое, вы знаете, они не спаслись, и еще одно я зачитаю, письмо, это было письмо, написано одного служителя, Божьего, он писал своим детям и жене, тогда, в те времена, когда в нашей стране царил коммунизм, гонение, он тоже писал как приветствие, вот я к чему читаю это, что не думайте, что мы однажды заключили завет с Богом, почему написано, я читал, не только веровать, но и страдать, приветствую вас, мои милые родные, спешу утешить вас вместе с вами и сам нуждаюсь в утешении, я вновь в тюрьме, мы в нем разлучены, Христос утешал взволнованных учеников словами, мир мой даю вам, слава вишних Богу, а на земле мир, в человеках благоволение, вот рождение Сына Божьего, даже там этой камеры, даже там в этих узах, он может не только найти мир в себе, а он дает мир, пишет своей жене, своим деткам, мир мой даю вам, пусть люди мира сего прилагают богатство к имени своему, растут в величии своем, пользуются греховными наслажениями, а нам Христос дает свой мир, поклонимся Господу за такой чудесный подарок, дорогие мои, не считайте себя обездоленными, когда притесняет вас, не считайте себя сиротами, хотя мне вновь приходится идти в тюрьму за служение Господу, Христос дает нам свой мир, а в этом наивысшая компенсация всех потерь, аминь, знаю, как хочется все, вам все знать обо мне, а именно особенно о первых днях моего ареста, я разделю вашу тревогу и хочу поделиться некоторыми подробностями, он был арестован не в родном доме, он был арестован не в семье, этот брат был арестован своей сестры в городе Ленинграде, поэтому он пишет письмо уже с камеры меня арестовали в Ленинграде у доме моих сестер 0030 начало суббота два работника уголовного розыска которые дежурили у дома ожидая меня а вы знаете что круглосуточное дежурство милиции было и у моего дома в Кишиневе отвели меня в милицию поместили в камеру три дня я был в ней один я знал что этот перевод в милицию есть начало моего третьего срока как только меня завели в камеру и дверь закрылась и замок на замок я склонил колени пред Господом скажу вам каково было содержание молитвы вот что такое спаситель сказал родился князь мира владычество на ременах ему имя ему чудное советник там где нет никого он дающий совет я благословен благодарственная была молитва я Господа благодарил за все и за тернистый путь по которому прошел Христос и за дорогую церковь которая вот уже 20 веков идет его путем благодарит Бога за то что он дал мне познать не только радость спасения но и радость страдания в страданиях за возлюбленную церковь чтобы вместе страдать и вместе явиться в славе пред Господом я благодарил Бога за эту камеру где совершена моя первая молитва в новых скитаниях молился о вас дорогие чтобы вы не были чрезмерно в печали за меня но доверяя Господу все вопросы жизни навсегда избрали бы путь Христов в камере было очень холодно и хотя одет был по зимнему все равно замерз приходилось быть все время в движении когда оделовала усталость и сильно хотел спать начинал делать физические упражнения до полной усталости и тогда согреваясь таким образом быстро снимал пальто и ложился спать на наре так что пальто служило подстилкой и одеялом укрывшись головой быстро засыпал просыпался от сильного холода ноги очень замерзали опять согревался за счет усилий упражнения спать уже не хотелось часа два сна вполне укрепляли физические силы особенно торжественное провел январ воскресный день я знал что меня на днях увезут в Ленинград в тюрьму будьте вниматель о чем здесь идет речь в тюрьму кресты это очень сильная оттуда никто еще не убежал кто пытался убежать они были мертвы и очень строгая и очень жестокая тюрьма я с благовением ждал этого часа вы спросите почему когда моему папе было сорок восемь лет его арестовали как служили Христову и увезли в эту тюрьму мне тогда было семь лет и вот я до сих возраста отца своего иду по стопам его через те же тюрьмы а может быть и через те же камеры я вспомнил свое детство особенно последнюю беседу мою с папой и не мог без глубокого волнения мне припас к ногам иисуса 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 христа благодаря его за моих родителей которые научили меня любить господа больше всего на свете каким кротким мне показался этот воскресный коротким показался мне воскресный день я провел песнопение молитвах в радостных размышлениях постараюсь дорогие мои и вас приобщить к радости моего воскресного дня прошу господа чтобы он уравнял пути для следующего письма к второму приложим начатый разговор тут их много это писем я одно прочитал это лишь только потому что это было как раз январь новый год новая жизнь новые скитания новые страдания новые испытания дорогие братья и сестры я прошлый раз считал и вот здесь я хочу сегодня напомнить эти три места ветхого завета я повторюсь это битие 22 глава 15 сих и ниже и вторичного зал ковараму ангел господин с неба и сказал мною клянусь говорит господь что так как ты сказал сию как ты сделал сию дело и не пожалел сына твоего твоего единственного твоего то я благословляю благословлю тебя и умножаю я умножу семья твою как звезды небесные заметьте не семена твои семья твою идет речь речь о единственном семени немножественном за за то что ты отдал мне пожалел единственного сына твоего для меня ты отдал его я то я благословляю благословлю тебя и умножаю умножу семья твое как звезды небесные и как песок на берегу моря и владеет семья твое городами врагов своих и благословляться в семени твоем все народы не только Израиль не только евреи все народы земли за то что ты послушался глазам моего второе ведь 26 глава 4 стих здесь Бог уже говорит к сыну Исааку умножу потомство твое как звезды небесные и дам потомство твоему все земли земли сии благословляться в семени твоем и все народы земные за что за то что Авраам послушался глаз моего и соблюдал и соблюдал что мною заповедано было соблюдать повеления мои устави мои и закон мои Исаак появился Гераре видите Бог говорил Авраам Бог говорит Исаак зато Авраам послушался глаз моего соблюдал что мною заповедано было соблюдать Иоанн Ирод слушал и послушался что говорил Иоанн креститель он не погиб бы так как он погиб он прошел того что он прошел но сегодня ко мне и к тебе спаситель Христа Христа это не просто это не просто один раз в году это не просто родился смотрите от самого начала от бития идет от семени от семени придет и так же мы читаем еще 28 глава Петия 14 когда он лежал там где камень был не подушка под головой и будет потомство твое как песок земной и распространяется к мору к востоку к северу к полудню и благословляться в тебе и всеми твоим все племена земные вот я с тобой и сохраню тебя везде куда ты не пойдешь и возвращу тебе тебя всю землю ибо я не оставлю тебя доколе не исполню то что я сказал тебе видите опять твое а теперь то что я читал я возвращаюсь к этому месту или знаете мы можем сегодня думать и говорить много о семени но я зачитаю дальше читаю то что я читал Иоанна первое послание то есть Петра 18 стих знает что нетленным серебром или золотом искуплены в ее осветной жизни преданы вам от отцов на дароценную кровью Христа как непрочного и чистого акция предназначенного еще прежде создания мира когда это было назначено твое и мое спасение но явившееся в последнее время для нас уверивавшись через него в Бога который воскресил его из мертвых и дал ему славу чтобы вы имели веру и упование на Бога послушанием истины через Духа очистил души ваши к нелицемерному братолюбию здесь есть сестролюбие тоже к нелицемерному постоянно не только в церкви в служении постоянно любите друг друга от чистого сердца как возрожденные не от тленного семени но от нетленного семени слово Божье живого и пребывающего век ибо всякая плоть как трава и всякая слава человеческая как цвет на траве засухнет трава и цвет ее опал и слово Господне пребывает в век а это есть то слово которое вам проповедано опять мы остановимся здесь что как возрожденные не от тленного семени восхотел родил нам слово помните мы читаем Мишу Тимофею послание и я просто раз это цитировал вспоминал его и сегодня хочу повториться в этом потому что часто его повторяю или читаю и говорят я помню там на Украине и здесь так же само часто это место говорят и знаете когда мы вспоминаем это место Писания и когда мы читаем его я бы хотел чтобы мы вникли в значение этого слова это Тимофея 2 глава 1 послание 13 ниже стих ибо прежде создан Адам а потом Ева и не Адам прельщен но жена прельщившись впала в преступление впрочем спасется через щадородие если пребудет веры любви святости силамудрые если бы здесь было сказано спасется через деторождение я согласился о чем сегодня трактуете но там идет щадородие это совершенно не касается детей родится чадо спаситель мира от семени о том которого идет от бития речь о том которому аж битие 22 26 28 глава говорит от семени благословятся все народы земли и там идет речь Адам и Евы первым в их опадении человека и спасется через щадородие вы знаете сегодня я бы хотел остановиться на этом что и как здесь апостол Петр пишет послушанием истины через духа очистив души ваши к ней лицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца мы говорим что мы Христовы и значит мы рождены как я здесь читал как возвращены не от ленного семени но от нетленного от слова Божия если я рожденный от слова Божьего заметьте это что я рожденный от слова Божьего то есть во мне жизнь моё что-то остаётся почему мы часто списываем и говорим мы читаем Коринфянам первая глава первое послание 18 стих восхотел родил он нас словом истины чтобы нам быть некоторым начатком его создания восхотел родил от семени Божьего и знаете когда Бог говорил Аврааму Исааку Иакову о этом семени он говорил то что придёт спасение так как ты Авраам не пожелал единственного сына отдал мне я за потомство твоё отдам своего сына как-то на днях у нас был разговор кто-то из сыновей сказал мне что последнее время было тоже ещё мы сейчас живём последнее время говорим последнее время а лот жил тоже не лот а ной последнее время правда почему весь мир был истреблён водой осталось только сколько человек он жил тоже и представьте себе ни воды ни моря рядом нет а он сто двадцать лет строит нормально и что строить корабль а почему потому что Божий промысел этот человек знал Бога этот человек слушал Бога и он знал что это сказал Бог этот размер эти чертежи это всё настолько выдержано и точно указано что сказал Бог и он делал но пришёл день когда он зашёл туда когда по поведению Божьему все звери пресмекающие шли туда заметьте на эти стоять смеются смеются они не верят этому но пришёл момент когда за ним закрылась звер и когда открылись окна и палилась вода они увидели и начали кричать и бежать но там не имел права ничего сделать но сегодня та же самая ситуация сегодня уже две тысячи одиннадцатый год как говорится о Иисусе Христе о спасении о Его скором пришествии но мы привыкли спокойно спокойно подобно этому Титанику всё хорошо плывём спокойно ничего мы не потопляем и сегодня тактика дьявол он бросил то разные лжи учения разные учения лжи сегодня очень много и очень страшно мне знаете когда я могу вспоминаю эти моменты когда в тюрьмах заходишь туда и эти люди плачут и мне было очень больно слышать когда они говорили эти заключённые они говорили ну где же истина ну где же истина эти женщины которые я видел в прошлом году и в этом году было много новых людей я даже не знал когда они сидели там в этом зале и они плакали и говорили а почему вы не говорите эту правду чтобы все слышали я из церкви Сандея я из церкви Савочки Филиппа но мы там же такие самые бесы как и здесь там же такая сама сатанизм почему вы не говорите правду не говорите таким как мы где истинное спасение где Христос где свобода от всеми не его родились если мы от всеми не господни мне ничего не будет этого мира ни музыки ни танцы ни плясся мне этого мира не будет влечь мне не будет ничего к этому миру идти потому что я рожденный от всевященного Бога от слова его я рожден не от хотения мужа но от Господа Бога с ров аминь сегодня многие родители плачут сегодня много родителей кричать господи мне неужели одна мама сказала неужели я родила детей для того что я пополный чад да ведь написано это в слове Божьем от семени его мы родились для того что было яснее я напомню еще место зачитаю от Матфея о рождении там уже не было как написано то подробно на таком некоторые моменты рождение со Христа было так и не иначе по обручению Марии его матери Сиосифа прежде нежели сочетались они оказалось что она имеет вот шреве от Духа Святого если я от семени Господнего рожден и эта семья пребывает во мне и я пребываю у Бога и Бог во мне то эта семья будет свято или нет почему написано родились не от похотей так написано вере жены не от похотей мужа но рождены от Господа важно сегодня фристиан то мы говорим родился Мессия родился Спаситель родился в Яслях а рожаются наши дети и сегодня эти дети пополняют тюрьмы пополняют ад почему почему сегодня все больше и больше и знаете я смотрю Украина все больше и больше разлагается наркомании алкоголизме Украина занимает первое место в мире заболеванию спида и туберкулеза я говорю а верите спасать Индию Африку когда здесь только погибает душ это и есть уже надо видеть что рядом с вами погибает куда вам Индия или Африка ваши дети ваши внуки ваши соседи погибают спасайте обращенных на смерть некогда сегодня модерна сегодня популярна что-то другое показать и сегодня почему сегодня дети и семья имеют этой проблеме почему от имени Господнего если я во Христе и Христос во мне то что написано у вас же будут те же чувствования какие ищут во Иисусе сегодня сегодня много страданий сегодня много воплей и знаете когда я был там на Украине и меня я с этим те которые бывшие наркоманы и заключенные посвобождались и Лада она говорит если бы ты прошел посмотрел кладбище кто там сейчас хоронит вы знаете в нашем городе Бравари я в прошлом году был там было открыли старое уже заполнило где мои родственники похороненные я увидел как началось может было 4-5 ну 10 не больше в прошлом году в этом году как я приехал я увидел что-то новое в кладбище почти как старое тысячи людей лежит молодых и знаете что за проказа поедает наркомания алкоголизм умирает туберкулез спит передозировка ампутация ног заражение и умирает сегодня страшно это болезни и это эпидемия поражает все больше и больше и больше вы знаете когда заходишь смотришь эти в Киеве есть центр все это как бы республики больных детей которые рождаются инвалиды никому не нужны туда ходят наши братья и сестры там некоторые есть которые с ними еще родители и не отказались от своих детей смотришь на них ему 18 20 лет а в возрасте познания и поведения как пятилетний трехлетний мальчик жалко от семени я хотел бы сегодня говорить о рождении Иисуса Христа от семени говорится будет спасение тебе и дому твоему не поражение нет не наказание не слезы не потери не смерть но вечная жизнь преобращение потому что он сказал у меня ключи ада и смерти он родился на эту землю и имеющий он мы читаем Исаии он князь мира владычество на ременах его владычество на ременах его и знаете я бы хотел чтобы сегодня мне бы вместо Писания зачитая это Исаии Бог говорил через Исаию если бы Господь Саваоф не оставил нам семени опять семени то мы сделались бы как Содом и были бы подобны гуморы опять идет речь когда Бог говорил Авраму Исааку Якову от семени если бы не от семени этого если бы не родился спаситель мира Христос то мы я были бы предречены а то мы были бы похожи сделаны как Содом и подобны были бы гуморы какая милость Божия и смотрю сегодня на эти города на эти места которые сегодня от семени родились но не Божьего а другого и посмотрите что происходит сегодня в этих штатах и посмотрите приходят в этих странах городах и селениях где родили от семени дьявола там сегодня что там этот грех Содома и гумори там это разложение и знаете когда эти пожизненно заключенные люди которые прежде суждены к смертной казни но на Украине пока заменена смертная казнь пожизненным заключением и я в прошлый раз говорил но я не могу этого забыть этот момент можете представить что эти рецидивисты которые уверовали вот чмеровы от семени родились они идут там по больничке в той больнице где лежат туберкулезники они идут туда где самые разлагающие от спида они идут туда совершают молитвы над ними и знаете многих Бог исцеляет многих Бог исцеляет там Бог делает в тюрьме чудеса некоторые говорят просто мы видим молимся и готовим переходу и они свидетельствуют что за ними пришел Иисус от семени родились от семени родились Божьего Слово Божьего а мы крещенные Духом Святым крещенные водой и Духом говорим каждый год родился Спаситель ни жизнь не изменилась ни желание не изменилось ни жажды ни ревности беспечия равнодушия чего-то мы ждем кого-то мы ждем дорогие мои давайте не будем мы ничего ждать давайте будем сегодня готовиться здесь смотрите о чем идет речь Мария когда она была обручена из Иосифа прежде нежели сочетаясь они оказалось что она имеет в очреве от Духа Святого Иосиф же мужья будучи праведен и не желая огласить ее хотел тайно отпустить ее вы знаете все это но когда он помыслил это си ангел Господь явился ему во сне сказал Иосиф сын Давидов не бойся принять Марию жену твою ибо родившийся в ней есть от Духа Святого скажите а что уже Христос родился нет а почему здесь написано родившийся в ней вот это и важно о том о чем Господь сказал что сегодня скажи народу как важно родившийся в ней в матери родившийся от Духа Святого если ты папа если ты отец был в силе Божией в деле Божьем от семени Господнего то и родившийся сын или дочь от Духа Святого от Бога благословение если ты сегодня я сегодня родившийся от Слова Божьего я не буду сегодня выпускать голову как будто похоронен Иисус Он не воскрес Его нет мы сегодня ритуально мы сегодня об этом говорим просто родился родился а на что же родился когда нет радости написано слава а где это слава я не сказал об этом когда эти люди они идут и проповедуют и начальствующие разрешили этим заключенным идти проповедовать там где лежат больные посещать другие бараки им свидетельствовать и они попросили я попросил так же говорю вы знаете дайте им разрешение подойти к бараку к заключенным пожизненным чтобы братья могли поддержать хоть через эту решетку через маленькую эту форточку и это решеточное окно они могли видеть лица своих братьев которые никогда они только 40 минут раз в сутки они и то в закрытом помещении только небо арматурное и все это их 40 минутная прогулка на улице стены бетонные и знаете когда эти братья подошли туда и стали петь псалмы а эти слушают ведь к ним пошли братья поддержать поддержать своих братьев эти те которые родились от семени Божьего те которые от семени родились Божьего которые жизнь изменилась как они говорили начальство это большие звери они люди они изменились их никто не мог поменять но их поменял Господь Слово Божье они рождены от семени Божьего и знаете когда они пели и когда они свидетельствовали и пели они даже не видели не видели свидетелем был в то время представишь пошел ливень дождь а эти поют а эти с камерой смотрят а вокруг их круг Божьей славы ни одной рассинки ни одной капли солнца как пучок света солнца и эти скамбриваются братья посмотрите влево посмотрите вправо там стена дождя тучи а над ними солнце они славы Бога Бог дал знамение для тех которые пожизненно и для тех которые там что такое от семени родились не свои а Божьи не во имя свое а во имя Господа Бога они воздали славу Божию они воздают ему славу они благодарят его они благодарят его и знаете когда они познают Бога когда они идут то действительно это жажда это ревность я все время вспоминаю наши полисия и я часто говорил что вспоминал когда пели доведики псалом я колысь мы молились там тихать и всели я не мог это понять но я здесь это часто вспоминаю те служения те молитвы те общения я это переживал только в этих служениях тюремных это жажда это первая любовь это ревность этой молитве это стремление там нет не стеснения там нет этого и знаете когда Господь сказал там одну тему я говорил Бог дал я не мог с вами говорить братья как с духовными вы знаете эта тема подросла всех нас и они там вышли и там этот зал был в движении в том что они увидели что мы не духовные мы еще не духовные мы хотим родиться ты там но ты с нами и вы все с нами и ваша церковь мы молимся и мы молимся о вас и мы молимся вместе с вами чтобы в этом году в этом году еще больше душ было приобретено еще больше душ чтобы Бог нас употреблял чтобы Бог через нас делал чтобы Бог через нас спасал я думаю Господи а мы а мы сегодня что мы делаем братья сестры мы от спросить, что ты делал? Как ты отображал славу мою? Как ты отображал жизнь мою? И вот смотрите, что здесь читает дальше о том о Марии. Она родила, родившийся в ней, Иисус. Он был там. Он родился, но пришел на землю. И сидела, вот чая примет и родит сына, и нарекут имя ему, ему имуноил, что значит с нами Бог. Вот когда эта семья это там, куда пришли тысячелетия, когда говорят Бог Аврааму, Исааку и Акову. От семени от семени придет спасение, придет избавление. От семени рождение Иисуса Христа это не ясли, это не младенец, а он воскресший, а он в силе, а он в славе, он князь мира, владычество на ременах его. Ему имя чудный, советник, Бог крепкий. Скажите, если ему имя чудный, советник, то почему я сегодня ищу, где получить ответ? К какому пророку сегодня идти получить ответ? Когда он мой, князь мира, когда он мой чудный, советник, он даст совет так и тогда, когда нужно, и как он хочет, когда я буду пребывать в нем, и он во мне. Но если это семья, не пребывает во мне, братья мои и сестры, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, мы плотские люди, мы просто плотские люди, мы ничего не можем делать, мы ничего, потому что написано в Слове Божьем, дела, которые я творю, вы больше всех сотворите. Почему сегодня нет? Почему? И сейчас там слышишь, и на Украине, а ты знаешь, вот там есть молитва, вот там действие Духа, вот там Господь, да, есть это, да. А скажите, а когда во мне будет действовать Дух Святой, а когда во мне будет отображение славы Божьей, а когда я буду отображать, что я представитель неба, я гражданин неба, я посол небесной страны, я представляю небесное постольство, небесного мира, небесной любви, небесной кротости, небесного умоления, небесного терпения, как Иисус Христос. Он представил это, он был этим, когда я буду этим представителем, когда я буду, ведь я родился от семени, говорю Мы говорим, что мы от семени, а откуда у нас горькая, зависть, сварливость и так дальше? Это не от семени Божьего, это не от слова Божьего, а плотские мы. И Павел говорит, я не мог вам, братья, говорить, как с духовными, но как с плотскими. Почему? Потому что мы плоти. И сегодня я хотел бы подчеркнуть это ударение на этот момент. Сегодня мы говорим о рождении Иисуса. Родился ли я сегодня от семени Божьего или нет? Вот мы сегодня сейчас склоним наши сердца и наши колени, скажем, Господи, прости, я уже 30, 40 лет, 15 лет, я говорю, что я твой сын, но я еще ни разу не родился от слова Твоего, от семьи Твоего. Я. Не изменена моя жизнь. Мой характер остался моим. Мои взады остались моими. Мои убеждения остались моими. Все осталось моим. Почему? Потому что я не изменился. Потому что я не возрожден. Я не возрожден. Быть в воле Божьей. Я сегодня, Вася, понял, как ты говорил туда, что когда мы в воле Божьей, в уделе Божьем, тогда Бог делает то, что Он хочет. А когда мы идем туда, куда нас зовут, мы должны делать то, что они хотят. Но не Бог. Как важно сегодня родиться от семени Божьего. И сегодня это место Священного Писания. Рождение Иисуса Христа было так. Именно не иначе, а так. Потому почему? Потому что от Битие говорилось Аврааму, Исааку и Иакову, что рождение Иисуса Христа будет так. Вот поэтому и в Матфея написано, рождение Иисуса Христа было так. Как? Как у Битие сказал Господь Саваоф. От семени родится Спаситель мира. Нет желания мужа, нет похотей мужа, но от семени, от Духа Святого. Она еще только была обречена, но там был уже родившийся Спаситель мира. От семени Божьего. Аминь. Это благословение Твое и Мое. Это не просто ясли, это не просто младенец, это просто исполнение Слова Божьего. Обета Божьего через столько веков прошедшего, где столько было повех, столько враг хотел сделать зла, чтобы это не исполнилось. Вспомните, когда Авраам шел по этому пути, когда он шел, как его сюда подходило и говорил, «Ведь у тебя нет сына, ведь у тебя нет сына». Помните, сверни, сверни с того пути, что тебе Бог сказал. «Нет». И он все-таки делал. Потом Сатана что хотел? Он знал, что если ты отдашь свою жену Сару, она была красавица, ну ты скажи там, и ты будешь в Гареме, фараоновом, ну ты скажи, что ты моя сестра. Видите, какой промысел Сатаны. Сатана знал, что это тот. Тот идет, та семья. От этой Сары должен родиться тот. Должен быть тот Исаак, где будет дальше эта семья, который по ее спасению человечества. И эта жена должна была попасть в Сарах в Гарем. А если в Гареме, то уже не может быть рождение семени Божьего. Смотри, что там делал Сатана. Он не хотел этого. Он мешал этому. Но Божий план, Божий промысел. От семени, Авраам, от семени родится Спаситель. От семени Твоем родится. От семени Твоем. Не от семена. От семени Твоего. От семени Твоем спасение. Погибающему человечеству придет спасение. Смотрите, что делает Сатана. Он показывает, давай туда. Бог вступается в эту обстановку. Бог вмешивается в ситуацию. И Бог отнимает покой от фараона. И показывает, кто это Сара. И он приходит и говорит, Авраам, что ты сделал? Что ты сделал? И он отпускает ее с благословением. И говорит, что ты сделал? Почему? Там вмешался в эту ситуацию Бог. Как можно ослушаться Бога? Как можно пропустить их? Можно мимо и не поботься. Просто смотрите, он здесь поступил по-чисто человечески. Другой момент. Когда Авраам тоже, смотрите, он идет. И казалось бы, этого урока разве мало? Что ты пережил Авраам? Нет. Здесь жена предлагает. Но Бог сказал, давай поможем Богу. Сына нет, а я уже старая. Неплодная. Мне ничего не будет. Возьми служанку. И будешь тот, которым разве Бог не знает? Есть ли что трудное у Господа? Есть ли что трудное для Господа? Нет. Правда? Так же Бог сказал. Бог сказал, да Бог бы сказал, Авраам от служанки, от семени твоего. В тебе, жена, родится спаситель от семени твоего. Сына говорит, а я себе подставлю. Сара пошла и помогла в этом. И что здесь произошло? Происходит, что рождается. И что родился? По сей день идет вековая вражда между евреями и мусульманами. Он не опромечился, не ослушанный Авраама. А рабы и евреи во вражде. Значит, вот именно Бог сказал, что он будет как дикий осел. Помните? Он и есть как дикий осел. Бог сказал, это прошло почему? Потому что она хотела и здесь в этом помешать, и здесь в этом показать, на благодарю Господа, что Слово Божие живо и действенно. И Господь бросил над Словом Своим. От семени родится спасение. Род семени придет спасение погибающему человечеству. Авраам, Исаак, Иаков, от семени, и в семени Твоем благословятся, заметьте, все народы. Заметьте, все народы. Там не сказано, какой-то личности, какой-то динаминации. И вот здесь смотрите так же само. Родите Сына, и нарочешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Аллилуйя. Аллилуйя Ему, что Он нашел людей Своих, не только в Израиле, Он нашел язычников, Он нашел украинцев, белорусов, Он нашел молдаван, узбеков, таджиков, Он нашел грузинов, Он нашел и там Своих. Он нашел Своих, чтобы что сказать? И Он говорит, чтобы людей, Он спасать людей Своих. Аллилуйя Ему. От чего? От грехов их. Слава Господу, что сегодня это Слово дошло до Тебя и до меня, что Он спас и меня, и вас от грехов наших. Он стал моим избавлением. Его руки были пробиты за меня, за мои грехи. И сегодня Он называет меня сыном Тебя, дочерью. Ты мой. Любовь вечная его злобил Тебя. А Господь Бог Авраама, Исаака, Иакова говорит, вспомни, я это обещал Аврааму, Исааку, Иакову. Спасение придет народу земли, народом земли. Он придет за своими. Давайте склоним колени. Скажем Ему. Отец, прости нас. Я хочу сегодня родиться свыше. Я хочу быть рожденным от Себи Твоего. Я хочу, чтобы моя жизнь была рождена свыше. Рожденно измененная мои взгляды, мышления, характер, все старое умерло. Аминь.